Приветствую всех зрителей телеканала Якутия 24. С вами Марфилина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске вы увидите редчайшие кадры сбрасывания рогов лосем, тройное гало из районов Якутии, экстремальное видео от туристов и местных девушек. И это далеко не все. Редкие кадры сбрасывания лосем рогов покорили соцсети, когда вечером 15 декабря к коляске приближался снежный шторм. Тайра Богарт из Хьюстона показалась разумным отправиться к родственнице на случай, если отключится электричество. Уже у дверей она заметила, как камера наружного наблюдения прислала на гаджет уведомление о каком-то движении. Открыв видео через смартфон, Богарт поняла, что только что у нее у порога произошло событие из разряда 1 на миллион. Лось, проходивший мимо, встряхнул всем телом, почти как рассерженная собака, и мощные рога буквально отвалились от его головы. При этом, испугавшись, животное убежало. Брат рекомендовал женщине опубликовать видеоролик в соцсетях, так как ничего подобного большинство никогда еще не видела. Она последовала совету, и ролик действительно быстро стал вирусным, набрав миллионы просмотров. Вчера удивительное природное явление гала наблюдали в Татинском и Усть-Майском районах. Кадры, запечатленные работниками Черкесского музея, облетели якутские соцсети. Гала – это оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Это явление обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Из-за преломления света в кристаллах гала иногда бывает даже радужным. Над нами всегда бушуют шторм, забывают грозы. Ничто не греет наши души, как северные морозы. Певица из Якутии Анжелика Жиркова «Грин Апельсин» спела о мертвых розах. Песню она посвятила Мартише Адамс, матери Уэнсдэй из популярного нынче сериала «Уэнсдэй» и фильма «Семейка Адамс». Слышишь капельный звук, это не дождь, чьи-то слезы. Над нами всегда бушует шторм, забывают грозы. Ничто не греет нашей души, как северные морозы. Завядшие холодом убитые мертвые розы. В предыдущем выпуске я рассказывала о утке, зимующей в теплом роднике в полюсе холода. Температура во имя кони ниже 60 градусов, поэтому этот феномен очень удивил пользователей социальных сетей. Сегодня же местные жители пишут, что посетили птицу и увидели ледяной панцирь на перьях утки. Жители обеспокоены, боятся, что птица не сможет перезимовать в таких климатических условиях. А вот что об этом случае сказал научный сотрудник отдела природы музея имени Ярославского Владимир Бочкаров. Такие случаи бывали в Якутии на незамерзающих речках Верхояне и в Южной Якутии. Возможно, утка была осенью подстрелена, получила ранение, но выжила. Если в этой речке достаточно корма, к примеру, личинок, ручейников, то она сможет выжить. Будем наблюдать и надеемся, что птица успешно перезимует нашу зиму. Я показывала, как свою цель – окунуться в ледяную прорубь полюса холода, исполнил турист из Индии. Сегодня соцсети пополнились новыми смельчаками. В последнее время такую цель ставят перед собой многие туристы со всего света. На этот раз это девушки. Окунуться в ледяную воду полностью они не рискнули. Однако по эмоциям видно, что заряд энергии они получили вдоволь. На момент съемок температура воздуха во имя кони составляла минус 50 градусов. Надеюсь, девушки не заболели, ведь подобные погружения можно исполнять лишь подготовленным людям. Не менее экстремальные танцы исполнили местные девушки. В социальных сетях распространилось видео танцующих девушек на площади Орджоникидзе в Якутске и на Красной площади в Москве. Девушки исполнили элементы национального якутского танца в традиционных одеяниях. В платьях холода и украшениях семьях и в руках при этом держали дейбирь из конского волоса. От мягкого до экстремального минуса резким температурным перепадам жители Алдана не удивляются. Хотя самочувствие у многих оставляет желать лучшего. Для нормализации состояния у метеозависимых имеются свои способы, о которых расскажет Татьяна Вахнина. В Южной Якутии зима бывает непредсказуемой и капризной. Еще два дня назад столбики термометров держались на отметке минус 10 градусов по Цельсию. Спустя сутки стало чуть-чуть прохладнее. А сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается 35-градусный мороз. Резкие перепады, конечно, не удивляют. Но организм едва ли в силах привыкнуть к таким скачкам. Так, реагирую перепадами давления. То, что когда какие-то быстрые потепления или наоборот холодно, голова болит, давление какое-то постоянное. Реагирую. Давление то высокое, то низкое. При сильных температурных колебаниях не каждый человеческий организм успевает быстро адаптироваться к внешним условиям. На самочувствии негативно может сказываться как резкое потепление, так и резкое похолодание. От перемен погоды страдают в основном граждане старшего возраста, а также люди с болезнями сердца и сосудов, заболеваниями суставов и патологиями нервной системы. Обезболивающее принимаю, спазгантом, такое, и всё. Больше ничего. Ну, чай. Лекарства пью. У меня лекарства специально от давления. Таблетки пьем, что мы делаем, когда голова болит. У метеозависимых со стажем, как правило, имеются способы, чтобы нормализовать состояние. Между тем, для облегчения самочувствия в период очередного температурного скачка принимать можно те препараты, которые назначил врач. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачёв, Александр Лукин, Алдам. В Якутском национальном парке Ленские столбы зажжется огонь вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Это уникальный природный комплекс вертикальных скал вдоль берега Лены. Наследие ЮНЕСКО уже не в первый раз становится местом церемонии. В декабре 2018 года огонь первых зимних игр тоже зажигался именно там. Ритуал проходил по древним обычаям. Первую искру для огня старейшина высек из древних камней и в специальной чаше передал ребенку. Ведь согласно традициям, именно ребенок с чистой душой должен первым прикоснуться к священному огню. На сегодня я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в 17 часов в программе Ньюс ОНЕР. До новых встреч в эфире!